всех приветствую на прохождении бомбической игрушки под названием god of war ну что же в прошлой части мы победили целого бальдера ну и чуть-чуть расстались с фрея в контрах так что теперь у нас единственный путь наконец-таки донести прах матери отрея до вершины йотунхейма а в данном случае вершины всех миров это такая гора которая расположена непосредственно центре йотунхейма и как говорится в легендах от мимира она своей как бы рукой своеобразные там такие башенки ну скажем так горы которые царапают небеса и так отправляемся именно в это место будет очень живописно и как бы красиво на и все это наблюдать так что я думаю вам понравится плюс ко всему я думаю то что это уже будет финал и что-то интересное обязательно должны показать то что напрямую будет связано со следующей части года for ragnarok так что что тут наши друзья могут сказать интересное нет нового ничего они не добавили поэтому можно смело отправляться ну если все пойдет как давай выбери йотунхейм и отправимся вероятно итак нет нам не сюда по моему противоположную да йотунхейм отправляемся сын голову готовься а да взял будем надеяться что ты не взорвешься твой об этом я не думал может это стоит сперва обсудить не все будет хорошо готов неприятно давай сын цель близко чего мы ждем это далеко увидим стоп стоп слушайте на два слова зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы может я здесь подожду это ведь семейное дело да но если кто-то на летусь мягонькими сиськами божественный сив у вас получилось простите хотели увидеть о нет 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 ну ладно ладно присмотрите тут за головой я могу нет я могу нет не могу ну ладно готов идем так а вопросик ворота то не закроются пока мы что-то мне кажется что они закроются ну ладно да уж интересный момент высот высокая такая лестница почему здесь деревья и к драсилям непонятно вернее не деревья корни смотри мы на пальцах великана впереди высочайшая вершина вон там мы дошли дошли что ты делаешь мне больше нечего скрывать может пойдем цель так близко сын не си нечего Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Митгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Митгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор – разрушители всего. Я должен их чувствовать. У меня никого нет. Все мертвые. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Стой! Отец! Что-то происходит! Тор – это мама. Тор – это мама. Тор – это мы, когда встретили мирового змея. Но как? И наш бой с Бальдром! Это было только что. Стой! Они знали все, что произойдет. Дракон на горе. И каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она – великан. И я – великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее. Не знаю, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я и верю. Каков бы он ни был. К тому же... Она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да. Да, это так. Не, ну разве так можно? Взяли буквально и проспойлерили сюжет Рагнарёка. Ну капец просто. Смотрите, сейчас будет просто. Теория из теории. Сейчас кое... Можно как-то это приподнять, нет? Взаимодействовать никак нельзя. Даже мечом ударить, вернее топором. Короче говоря, видели то, что Атрей держал своего отца у себя на коленях и, судя по всему, плакал. Вот. И теперь здесь что-то случается. Видать, вот это будет история Рагнарёка. И после этого он отправляется с каким-то псом. Помните? Ну строятся загадки, такие всякие там теории. То, что наш сын Атрей это своеобразная интерпретация Локи. И как бы у Локи тоже был свой собственный сын. Но здесь как бы, видите, Атрей еще маленький. То есть он в таком примерном возрасте, в таком же роста. Он еще не такой, не взрослый человек. И как бы у него появляется что-ли собака. Здесь, скорее всего, это обыграет, как будто он находит какого-то себе друга. В любом случае, видите, здесь своеобразная такая стая у него. То есть волчья стая. А волки, они олицетворяют как бы стаю какую-то. Что он найдет себе сородичи. И будет хищником, будет своеобразным таким, не знаю, ну, охотником. То есть он не будет каким-то мирным человечком. И есть такая небольшая теория, почему бы нет. То, что он пойдет опять же войной на Одина. Потому что, по сути, Атрей же останется без защиты, если Кратос умрет. И исходя из этого, Один что-то попытается сделать, чтобы в Рагнареке, не зря так называется, следующая серия, может быть так, что Один как-то узнает от Норн, тех, которые плетут судьбы, что он падет от волков. А поскольку наш Атрей, он олицетворяет этих волков, ну, то есть он в стае, вокруг него эти волки крутятся, то он попытается как-то на него напасть. И вот здесь, вот этот выбитый кусочек стены, это будет весь сюжет Рагнарека. Так что, это будет просто бомбически интересно. Ну ладно, чтобы не мучить вас своими загадками и теориями, давайте отправляться дальше. А ну-ка, это что такое интересное? Так. Ага, прикольно. Ну ладно, все, погнали дальше. Развеем прах матери. Да, давайте закончим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я уже погорло сыт общением с гномами В чем дело мир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о прогоне Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое, подальше отсюда Итак, вот мы закончили И наконец-таки Так, ага Вот мы наконец-таки Закончили Нашу игру И благополучно Можно проследовать к нам домой Интересно А что же нас там ждет? Давайте отправляться именно туда Прежде чем вернемся в Мидгард Я должен предупредить Там пришло куда больше времени, чем Карт И снегопад, который начался Когда ты убил Бальдра Это дурное знамение Знамение, что приближается зима Не просто зима, а в Мидгард Которая продлится три лета А после нее Начнется Рагнарек Рагнарек? Из-за снега? Да, будет много-много снега А затем наступит конец Этому дурному миру Примерно так Еще одно пророчество Нет, брат Пророчество говорит, что до этого не менее ста зим Ты что-то изменил Пророчество не подумало о тебе Кстати говоря Те, кто любит конспирологию И всякие такие-нибудь отсылки Вот вам хорошая отсылка И эта игра God of War Вышла в 2018 году И Чувствуете? Три зимы Это три года То есть три раза Как бы наступает зима Три года 2021 Это не просто снег, как тебе известно Это конец света Не смей заставлять меня трезво мыслить Парни Просто говорим о погоде Недавно похолодало Он хочет сказать, что грядет Фимбул Винтер Самая распоследняя зима Я это жопой чувствую Да Мы Мы слышали Так что если идете домой Постарайтесь не останавливаться И не умереть А если не идете домой То же самое Да уж И к слову Поскольку три года прошло С 2018 года Теперь 2021 год И в 2021 году Как раз переходит Годофор Рагнарёк То есть Теория просто Ну не знаю Опровержение ей найти По крайней мере Как мне Сложно Это будет очень интересно Пока вы были в Йотумхейде Произошло еще кое-что Ну Говори Это насчет Фрейи Она была у меня Что ты ей сказал То что знаю о том Где Один хранил ее крылья Кажется она хочет вернуть Свой воинственный дух Боюсь что круговорот мщения Не так то легко прервать Давайте ка посмотрим Дух Фреи Ага Ну здесь немного говорят Конечно же О Фреи Конкретно То что она ищет Это узнаем мы уже В следующей серии О вернее части Части игры Кажется прошла целая жизнь Немного сквозит Но все лучше чем Когда у тебя Кора в жопе Да уж Шуточками мира в тему Ну что же Вот и конец Пора отдохнуть Буду спать до весны До весны Весны Кстати говоря Может быть А может и нет Но вот отсылочка тоже Весной выходит Рагнарёк А Мало ли что Ну короче говоря Теория хорошая А мы все таки Давайте отдохнем Ладно Сойдет Спи Я уже Что это? Бери лук Я уже Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! В Рагнарёке вот эта сцена, она будет играть весомую роль в силу того, что... Ну, вспомните ещё раз, когда мы были на горе и что лежало на ногах Атрея в этот момент. Тогда был как раз-таки именно Кратос, и я, конечно, точно уверять это, как бы, точно говорить не могу, но всё-таки Кратос именно в этой битве может сильно пострадать и что-то случится. Но опять же, верить в судьбу тоже не стоит, ведь Рагнарёк изменился, предвещали то, что нужно будет ждать аж 100 лет, когда он наступит, а он наступил вот совсем уж скоро, через 3 года наступил. Поэтому, вот так. То есть, подтверждать то, что будет смерть именно Кратоса, вообще ни разу не стоит. Всё-таки это... Все любят Кратоса, и... Кори Барлак, главный режиссёр, ну, то есть, не режиссёр, а сценарист всей этой новой, условно говоря, серии God of War, он явно этого не допустит. Ну и плюс ко всему, чтобы в серию вот этот дух влить новый, который был на старых, более, версиях игры, Атрея нужно воплотить в таком обличии, чтобы это было, ну, полноценно Кратос 2.0. И в Рагнарёке это точно будет как-то обыграно, и осталось ждать совсем немного, так что, как говорится, всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал, ну и, конечно же, подписывался. Скоро будет прохождение Рагнарёка, так что подпишись, и обязательно увидишь это первым. Так что, всем ещё раз спасибо, и до новых встреч, пока!